добрый день дорогие друзья я рад вас приветствовать на третьем выпуске нашей серии искусство изучать языки и коучинг сейчас я приветствую тех кто смотрит нас в записи и конечно жду 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 кто к нам подключится прямо сейчас я вижу первых подключившихся еще раз добрый день дорогие друзья дорогие коллеги рад вас приветствовать на третьем эфире нашей серии искусство изучать языки и коучинг как вы помните на первом выпуске мы поговорили о том с чего необходимо начать изучение иностранного языка на прошлой неделе я поделился с вами техникой как изучать любой иностранный язык с удовольствием и сегодня мы с вами поговорим о очень важной теме для меня потому что я работаю в этом направлении а именно lingua coaching как вы видите из названия нашего выпуска lingua coaching как революционный подход к изучению и преподаванию иностранных языков и сегодня в частности я вам дам 7 основных принципов изучения или преподавания языков исходя из lingua коучингового подхода друзья прежде чем я перейду к основной теме мне бы хотелось чтобы вы поддержали прямой эфир пожалуйста поставьте лайк а во-первых во вторых вы можете подписаться на эфиры у вас есть в чате такая функция подписаться на мои эфиры если вы хотите каждый вторник получать и присутствует на эфире который связан с иностранными языками с искусством изучением иностранных языков и конечно буду рад если вы поделитесь этой ссылкой прямо сейчас с друзьями с коллегами со всеми всеми кому на ваш взгляд возможно будет интересно принять участие в нашем эфире так вот сегодняшний эфир про lingua coaching как новый революционный подход к изучению и преподаванию языков в предыдущих эфирах я уже рассказывал про себя сейчас не буду повторять я надеюсь вы уже со мной знакомы если нет вы можете посмотреть предыдущие эфиры они все размещены на канале на моем канале youtube кстати о канале youtube я сейчас вам дам ссылку и по этой ссылке вы сможете найти все прямые эфиры как на русском так и на английском языках друзья если вдруг вы еще не подключились не подписались на мой канал в ютюбе пожалуйста сделайте это прямо сейчас подпишитесь на канал нажмите на колокольчик и вы всегда будете в курсе всех новых видео и прямых эфиров как на русском так и на английском языках так вот lingua coaching как вы знаете из моих предыдущих эфиров я преподаватель иностранных языков когда я узнал про коучинг это было в далеком 2014 году я преподавал английский немецкий испанский языки используют традиционный подход в преподавании языков и можно сказать моя жизнь это моя жизнь до и моя жизнь после моя жизнь до коучинга и моя жизнь после коучинга не только личная жизнь так как коучинг изменил меня и изменил все сферы моей жизни но и конечно это был большой сдвиг переход в преподавании и изучении иностранных языков я не знаю кто сегодня нас слушает кто из вас коучи кто не коуч если вдруг вы не знакомы с понятием коучинг мне бы хотелось дать вам свое понимание коучинга коучинг это партнерское взаимодействие коучей клиента с целью личного и профессионального развития клиента и эффективного достижения его цели различных целей и соответственно коучинговый подход может быть очень легко использован в изучении и преподавании иностранных языков и об этом я вам сейчас расскажу соответственно с 2014 года я работаю со своими клиентами в коучингом формате я имею ввиду с моими языковыми клиентами и как показывает практика они достигают свои цели намного быстрее и эффективнее я имею ввиду цели в изучении иностранных языков так вот друзья вы готовы услышать 7 основных принципов изучения и преподавания иностранных языков с помощью коучинга я надеюсь вы готовы поставьте плюсик в чате если вы готовы услышать 7 основных принципов которые отделяют традиционный подход изучение и преподавания языков от коучингового подхода ну и конечно мне бы хотелось вам напомнить чтобы вы готовили ваши вопросы наш сегодняшний эфир будет скажем так 20-30 минут все зависит от того будут ли у вас вопросы я думаю что мне понадобится минут десять максимум чтобы осветить и рассказать тему ну и конечно если будут ваши вопросы а я надеюсь что они будут я на них с удовольствием отвечу если нет то мы с можем закончить немного пораньше хотя пожалуйста призываю вас воспользоваться этой возможностью и подготовить ваши любые вопросы связанные с иностранными языками не стесняйтесь задавайте вопросы ну и конечно если вы еще не поставили лайк ставьте лайк подписывайтесь на все мои прямые эфиры в чате как вы видите и делитесь ссылкой прямо сейчас вашими друзьями и коллегами так вот сейчас мы сами разграничим традиционный подход к изучению и преподаванию иностранных языков это может быть в группе это может быть в школе самостоятельно в университете и так далее от линго коучингового подхода первый основной момент это первый принцип это партнерство и ответственность давайте вместе с вами подумаем когда мы с вами изучаем иностранный язык в школе в университете на курсах соответственно у нас такая психология как правило вот у меня есть преподаватель он должен меня научить он мой учитель я ученик то есть это уже не партнерские отношения и если вдруг у нас не получается выучить язык кого мы винить как мне кажется большинство случаях мы гоно вот преподаватель преподаватель у нас был такой школе или в университете преподаватель вот и соответственно ответственность ответственность полностью на преподаватели либо на репетиторе и отсутствует партнерство в линго коучинге первый постулат как с которого я начинаю любое взаимодействие с моим новым учеником либо клиентом это партнерство нет такой градации я учитель ты ученик или вы ученик а я выстраиваю партнерское взаимодействие с клиентом и соответственно если мы партнеры мы делим ответственность как вы думаете чья какая ответственность у ученика и какая ответственность у меня как у лингва коуча либо преподавателя это будет такой риторический вопрос не буду ждать ваших ответов в чате потому что есть небольшая задержка в чате так вот когда мы используем коучинговый подход в изучении языка мы делим ответственность соответственно ответственность преподавателя это организовать процесс дать вам лучшие материалы поддерживать вас а ваша соответственно ответственность это ответственность за результаты как я люблю говорить 30 на 70 30 процентов это ответственность преподавателя 70% – это ваша личная ответственность за то, какой результат вы получите. Потому что изучение языка – это не только 2-3 занятия с преподавателем, но это стиль жизни. То есть изучение любого иностранного языка – это стиль жизни. Это ежедневная работа и ежедневное получение удовольствия. Так вот, еще раз повторюсь, первый принцип – это партнерство и ответственность. Как вы видите, в традиционной системе преподавания языков – это одно, в коучинговом подходе – это абсолютно другое. Второй принцип – это цели и мотивация. Вот вспомните, можете не отвечать даже в чате, когда вы изучали иностранный язык в школе, в университете, на многочисленных курсах. Обсуждали ли вы ваши цели с преподавателем? Спрашивал ли вас преподаватель, для чего вы хотели бы изучать английский язык, например, английский, либо другой иностранный язык? Какая у вас цель? Что бы вы хотели получить после окончания нашего учения, либо определенной какой-то программы? Я думаю, такая работа не велась. И, конечно, в коучинговом подходе я со своими учениками и с клиентами, мы всегда говорим про цели и мотивацию. Второй принцип – это цели и мотивация. Очень важно понимать, а куда вы идете? Есть точка А и есть точка Б. Точка А – то, что у вас есть сейчас. В частности, в какой уровень у вас иностранного языка сейчас. Что вы можете делать сейчас на языке? Точка Б – это куда вы хотели бы прийти. И очень важно обозначить, определить точку А и точку Б. Точка Б – это тот желаемый результат, который вы хотели бы получить через 3 месяца, через 6 месяцев, через год и так далее. Значит, цели. Ну и, конечно, мотивация. А для чего? Тут очень важно понимать, зачем нужно изучать язык прямо сейчас. А что изменится в вашей жизни? Здесь мне бы хотелось немножко остановиться чуть больше. Вы знаете, очень модно. Ко мне часто приходят люди, которые хотят изучать языки, потому что это модно – говорить на языке. Либо они хотят прочитать какую-то книгу на языке. Либо они хотят, может быть, посмотреть фильм на английском языке. Либо на другом иностранном языке. На мой взгляд, этого недостаточно. Ваши цели и ваша мотивация, они должны быть жизненные. А что изменится в вашей жизни на практике? Возможно, вас повысят по работе. Повышение по работе. Возможно, вы переедете в зарубежную страну. Возможно, у вас будет новый проект с зарубежными партнерами. Должно быть что-то реалистичное и жизненное. Конечно, тут есть два полюса. Вы просто любите иностранный язык, и вы получаете удовольствие от процесса. И вам этой мотивации достаточно. Но исходя из моего опыта и работы с моими учениками, все-таки мы все очень занятые люди. У нас есть работа, семья, разные проекты. Если вы хотите получить результаты в вашем языковом проекте, у вас должны быть жизненные цели. Вы должны понимать, а что даст, какие плюшки даст вам изучение иностранного языка. Здесь очень четко. Ну и, конечно, традиционный преподаватель на курсах, в школе, в университете, он не говорит, как правило, о целях. Вы не проговариваете, вы не строите цели, вы не говорите о вашей мотивации. Вы не составляете списки, а для чего вам необходимо изучать иностранный язык. Так, резюмируя, второй принцип – это цели и мотивация. Третий принцип, который отличает коучинговый подход в языках от традиционного – это индивидуальный план для изучения языка. Опять-таки, мне хочется проводить параллель со школой, с университетом на курсах, когда вы изучаете язык в групповом формате. То есть в классе, либо в группе. Как вы изучаете язык? Скорее всего, преподаватель вам дает определенный учебник, определенное учебное пособие. И вся группа, там, 10, 20, 30 человек, вы изучаете иностранный язык по одной книге, по одной системе, по одной схеме. Соответственно, в коучинговом формате все наоборот. Я со своими клиентами всегда выстраиваю индивидуальный план изучения языка. Этому предшествует пара коуч-сессий, где как раз мы и проговариваем, а для чего изучать язык, какой опыт у вас есть в изучении языков, что вы хотели бы достичь, ваша точка А, ваша точка Б. И, соответственно, исходя из ответов, которые я получил от моего ученика, мы вместе выстраиваем индивидуальный план изучения языка. Соответственно, вы не идете по какой-то апробированной системе, по которой изучали иностранный язык тысячи людей. Возможно, в этом есть и плюс. Можно взять элементы из этой системы. Но для вас специально создается индивидуальная система изучения языка, исходя из ваших особенностей, личностных, профессиональных особенностей, исходя из вашего прошлого опыта изучения иностранного языка. Это очень важно, иметь индивидуальный план для изучения языка. Это третий принцип коучингового подхода к изучению и преподаванию языков. Четвертый принцип – это уникальные материалы для изучения языка. Что я имею в виду под уникальные? Это индивидуальные материалы для изучения языка. Это пересекается с третьим принципом. После того, как у вас есть ваш личный индивидуальный план изучения языка, в котором, опять-таки, прописываются, либо обсуждаются материалы, по которым вы будете изучать язык, возможно, самостоятельно. Соответственно, все эти принципы вы можете продумать и использовать самостоятельно. Не обязательно для этого иметь преподавателя либо лингвокоуча, но с лингвокоучем, либо преподавателем, который знаком с коучингом, вы сможете более глубоко и детально проработать все эти моменты. Соответственно, когда есть у вас ваш план изучения языка, вы используете те материалы, которые вам интересны. То есть, опять-таки, это не один учебник, пусть он даже самый лучший учебник, по которому изучают английский язык во всех школах, во всех университетах. Вы, исходя из ваших целей, вы выбираете интересные для себя материалы. Возможно, если вам нравится музыка, это могут быть песни. Если вам нравятся фильмы, это могут быть только фильмы. Если вы любите читать, это могут быть книги, это могут быть аудиокниги. Если вы хотите построить базис, фундамент нового иностранного языка, это, конечно, какой-то курс, короткий курс, который вам поможет построить фундамент, фундамент изучения языка. Если вдруг у вас нулевой уровень в новом языке, или вы хотите начать изучать второй, третий, четвертый иностранные языки, я вам рекомендую курсы Дмитрия Петрова, наверное, вы знаете, это полиглот, и на YouTube вы можете найти его курсы по многим европейским языкам. Допустим, 16 уроков английского, немецкого, испанского, португальского и так далее. Поэтому, если у вас нулевые знания, конечно, тут есть смысл воспользоваться каким-то уже созданным учебным продуктом, курсом, программой. Вот, в данном случае я вам рекомендую программу Дмитрия Петрова, для того, чтобы у вас возник базис, фундамент вашего дома. Соответственно, изучение языка можно рассматривать как строительство дома, вам нужен фундамент. И потом на этот фундамент вы уже строите первый, второй, третий, четвертый этажи, исходя из ваших личных предпочтений, то, что вам нравится. Как я сказал, это может быть музыка, это могут быть аудиокниги, это могут быть диалоги и так далее и тому подобное. Соответственно, вы должны изучать язык по интересным для вас материалам, а не по стандартному учебному пособию, которое годами, возможно, используется в определенной школе, в конкретном университете, либо в какой-то языковой школе. Это четвертый принцип – уникальные материалы для изучения языка. Дальше идем. Пятый принцип – это поддерживающая среда. Опять-таки, в традиционной системе преподавания языков этому не уделяется времени. Опять-таки, преподаватель не спрашивает, кто вам может помочь в практике иностранного языка. Очень важно иметь поддерживающую среду, когда вы изучаете иностранный язык. Соответственно, на своих занятиях с новым учеником мы всегда проговариваем, а кто может войти в тот круг близких для вас людей, которые будут вас поддерживать в процессе изучения языка. Возможно, это будут люди, которые просто вам скажут «молодец», «двигай дальше», «хорошие результаты», «действуй дальше» и так далее. Возможно, это будут ваши партнеры либо коллеги, с которыми вы вместе будете изучать иностранный язык. Возможно, это будет коуч, который будет вас мотивировать проводить коуч-сессии. Либо есть такой термин, кстати, этому будет посвящена тема моего воскресного эфира на английском языке в YouTube – «accountability body». То есть это приятель, которому вы будете вести отчет, вы будете ему подотчетны. А как у вас прошла неделя? Что вы сделали из намеченных планов по языку? Что нет? Соответственно, все эти люди могут входить и должны входить в вашу команду поддержки. Потому что изучение языка – это не только вы и язык. Изучение языка – вы не должны однись изучать язык и чувствовать, что вот никого больше нет. Только вы и английский язык, немецкий язык. Соответственно, изучение языка в команде. И вы должны чувствовать эту поддержку, и вы должны создавать эту поддержку сами. Это пятый принцип – поддерживающая среда. Шестой очень важный принцип – это правильный настрой или подход к изучению языка. Здесь я могу очень много говорить, и здесь очень много моментов, на которые стоит обратить внимание, на которые не обращает, к сожалению, преподаватель в школе, в университете, на курсах, как правило. Опять-таки, всегда есть исключение, если современный преподаватель знаком с коучинговым подходом. Соответственно, такой преподаватель будет использовать определенные техники и задавать определенные коучинговые вопросы. Соответственно, шестой принцип – правильный настрой и подход к изучению языка. Соответственно, он у вас должен быть позитивный. Вы должны позитивно быть настроены на изучение языка. Вы должны любить язык или полюбить язык. Вы должны понимать, что язык – это не спринт. Язык – это марафон, это проект длиною в жизнь, это ваш стиль жизни, как я сказал в начале эфира, изучение языка и практика языка, использование языка должно стать стилем вашей жизни. Соответственно, если у вас есть какие-то ограничивающие убеждения, какой-то плохой опыт в прошлом, лингвокоуч, либо преподаватель, знакомый с коучингом и практикующий коучинг, он вам поможет поработать с ограничивающими убеждениями, поможет вам настроиться на изучение языка. И эта настройка, она будет правильная и позитивная. Скажем так, определенная психологическая работа ведется в этом направлении. В традиционном преподавании языков, к сожалению, этому времени не уделяется. Это шестой принцип – правильный настрой и подход к изучению языка. И седьмой принцип – изучение языка легко, интересно и с удовольствием. Вообще, для меня это лейтмотив, для меня это лозунг – изучение любого иностранного языка должно быть легко, интересно и с удовольствием. Я думаю, что этот пункт, седьмой принцип, он осуществим только после того, как вы реализуете все те принципы, которые я сказал до этого. Все остальные шесть принципов. Вы можете себе задать вопрос, а как я могу изучать язык легко, интересно и с удовольствием? И лингва-коуч, и преподаватель-коуч, он помогает ответить на этот вопрос, и такой преподаватель помогает найти те пункты, те моменты, те волшебные моменты, которые действительно дадут вам эту легкость, будут вызывать интерес, и будете не напрягаясь, а в комфортной среде изучать иностранный язык. Так вот, семь принципов. Это, наверное, очень кратко, я могу об этом говорить долго, но очень кратко семь принципов. Если хотите, а, наверное, это будет важно сделать прямо сейчас, я их перечислю. Но прежде чем я их перечислю, хочу сказать, что у нас есть еще возможность для ваших вопросов. То есть основная часть эфира сейчас закончится. Это изложение темы, это представление вам нового революционного подхода к изучению языков лингва-коучинг. Я жду ваши вопросы. Ну и, конечно, если вы еще не поставили лайк, пожалуйста, поставьте лайк данному прямому эфиру. Подпишитесь на мои выпуски. Если вы хотите каждый вторник 20-30 минут проводить со мной и узнавать что-то новое для вашей системы изучения иностранных языков, подписывайтесь на мой канал и пользуйтесь этой возможностью узнать чуть больше о новых методиках преподавания и изучения языков. Так вот, пока вы пишете вопросы, а, надеюсь, я от вас несколько вопросов получу, я еще раз перечислю 7 основных принципов, которые отделяют полностью, диаметрально отделяют традиционный подход к изучению и практике языков от коучингового подхода. Первый – это партнерство и ответственность. Второе – цели и мотивация. Третье – это индивидуальный план изучения иностранного языка. Четвертый принцип – уникальные материалы для изучения языка. Пятый – это ваша поддерживающая среда. Шестой – это правильный и позитивный настрой и подход к изучению языка. И седьмой принцип – это изучение языка легко, интересно и с удовольствием. Друзья, если вы будете использовать эти 7 принципов, либо вы попросите вашего преподавателя поработать с этими принципами, если у вас есть возможность поработать с коучем, либо лингва-коучем, либо просто взять эти принципы, подумать, написать ваши мысли и внедрить их в вашу систему изучения языка, это будет просто здорово. Я уверен, что вы почувствуете большой квантовый скачок и ваш переход к другому уровню, к более высокому уровню владения языком. Если же у вас нет возможности поработать с коучем, с лингва-коучем, или вы просто изучаете язык самостоятельно, на моих эфирах как раз и есть моя цель – делиться с вами этими принципами и сделать ваш процесс изучения языка более легким, более интересным, и чтобы вы получали очень много удовольствия. Так вот, время для вопросов. Посмотрю на чат. Друзья, есть ли у вас какие-то вопросы? Не стесняйтесь задавать вопросы, потому что, повторюсь, моя цель прямого эфира не только вам рассказать о чем-то, я могу это сделать в формате видео и позатем видео разместить на моем канале YouTube. Моя цель – это общаться с вами в прямом формате, в прямом эфире, в реальном режиме времени, потому что вы все с разной ситуацией, с изучением иностранных языков. Именно сейчас я могу ответить на вас вопрос. Возможно, вы ищете ответ на ваш вопрос, и вы не можете найти. В этом есть уникальность, вкусность, если можно так сказать, прямых эфиров. Окей, если у вас нет вопросов, я надеюсь тогда, моя тема была для вас понятной, но я призываю вас в следующих эфирах не стесняться готовить ваши вопросы, пользоваться такой возможностью, задать вопросы профессиональному преподавателю иностранных языков, профессиональному сертифицированному коучу PCC ICF и Lingual Coach. Поэтому пользуйтесь такой возможностью каждый вторник на Facebook на русском языке и каждое воскресенье на YouTube на английском языке. Поэтому мы будем с вами сейчас завершать. Спасибо, что вы нашли время и присоединились к эфиру. Жду ваши лайки, если вы еще не поставили. Подписывайтесь на мои прямые эфиры здесь. Подписывайтесь еще раз. Дам вам ссылку на мой канал в YouTube, где вы найдете все записи всех прямых эфиров, в том числе и этот эфир. Ну и, конечно, будьте более активны в следующие прямые эфиры, задавайте ваши вопросы и изучайте ваш иностранный язык легко, интересно и с удовольствием. До встречи в воскресенье. Счастливо!